Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Пьер Сесиль Пьюви де Шавар. Французский художник-символист. Родился в Лионе в 1824 году в старинной бургундской семье. Отец горный инженер хотел, чтобы сын продолжил его дело. По болезни не поступил в политехническую школу. Учился в Леонском колледже и лицеи Геннека IV в Париже. Однако после окончания учебы Пьер Сесиль влекся живописью. Писать начинает самостоятельно, одновременно и обучаясь живописью в процессе работы. Опять же самостоятельно. Некоторые уроки он получил под руководством Анри Шефера и Тома Кутюра в Париже. В течение двух недель был учеником Эжена Делакруа. Я пользуюсь переводной Википедией. Будучи материально обеспеченным, в 1852 году вместе с друзьями создает собственную мастерскую на площади Пегаль. Много работает, ежедневно студируя модель. Дружеские советы и собственный опыт дали, по словам художника, больше, чем пребывание в трех школах. Наибольшее влияние на развитие индивидуальной творческой манеры Пьеви Дешавана оказали фрески мастеров раннего Возрождения, произведения которых он изучал во время своего пребывания в Италии, оказали на творчество и работы Энгра. Работал преимущественно в области монументальной декоративной живописи. Как правило, его работы представляют собой стилизацию под античность в духе итальянских живописцев 15-го столетия. Многие полотна Пьеви Дешавана – это монументальные вещи, написанные маслом в мастерских и закрепляющиеся затем на стенах у заказчиках. Настоящая известность к нему пришла после создания двух композиций под одинаковым названием «Надежда». Не будучи безукоризным рисовальщиком и даже умышленно избегая точно моделировать фигуры, Пьеви Дешаван ставил себе задачи главным образом передать дух эпохи, из которой черпал сюжеты. Из его монументальных работ лучшими считаются картины маслом на холсте, но стилизованные под фрески. В парижском пантеоне, изображающие две сцены из жизни святой Женевьевой. Сам художник лучше своей работой считал полотно девушки у моря. Представляющий собой живописную аллегорию, гармонию человека и природы. Блестяще проявилось умение Пьеви Дешавана превратить любой незатейливый сюжет в символическую композицию. В манере художника заметно влияние Эжена Делакруа и Теодора Шассерева. Пьеви Дешаван был одним из наиболее значительных французских символистов, оказавших впоследствии большое влияние на развитие французской живописи в стиле арт-нуво. В России большим поклонником художника был Дягилев, что, безусловно, сказалось и на развитии художественной группы «Мир искусства». В 1897 году Борисов Мусатов, покоренный искусством Пьеви Дешавана, пытался поступить к нему ученики, но опоздал. Художник закрыл свое ателье. Пьеви Дешавана своим вторым учителем после Куинджи, называл Рерих, ознакомивший с его творчеством во время командировки в Париж с 1900 года. На Монмартре был роман с одной из его моделей, Сюзанной Валадон, которая стала одной из ведущих художников того времени, а также матери, учителем и наставником Мориса Утрилова. Женился Пьеви Дешаван в 75 лет на Марии Кантакузе, но семейная жизнь продолжилась совсем недолго. Через год после свадьбы жена умерла, а через два месяца умер и сам мастер. Пьеви Дешаван был президентом и соучредителем в 1890 году Национальное общество изящных искусств, основанное в Париже. Его работы можно найти во многих американских и европейских галереях, хотя его обычно считают предшественником символизма. Он был независим от какого-либо современного движения, и его работы нравились как академическим, так и авангардистским художникам. Ну вот так вкратце из переводной википедии о художнике Пьер Сиси Пюви Дешаван. Французский художник-символист. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok